здравствуйте дорогие друзья после выхода фильма апокалипсис 19 века подлинная история геноцида в комментариях было очень много различных вопросов на многие из этих вопросов уже были даны ответы в самом этом фильме или в предыдущих фильмах например в комментариях часто звучал вопрос почему мы считаем что это было именно ядерная война а не метеориты или комета здесь могу сказать что подробный ответ на этот вопрос уже был дан в самом фильме про апокалипсис 19 века в нем просто и подробно объясняется почему это не мог быть метеорит астероид или любой другой гость из космоса просто смотрите внимательно более того мы и ранее отвечали на этот вопрос других фильмах поэтому сейчас не буду повторяться единственно могу заметить что вопрос тел падающих из космоса да и вообще тему космоса мы обязательно разберем более подробно в одном из следующих фильмов также для многих очень значимым является вопрос радиоактивного заражения местности о том почему земля не фонит как после чернобыля объясняется фильме ядерная война 19 века анализ грунта на цезий 137 объяснение там научные но в то же время очень простые и понятные поэтому если вам действительно интересно эта тема то посмотрите тот фильм чтобы более не возвращаться к этому вопросу а сегодня мы постараемся ответить на два вопроса ответов на которые не было в ранее вышедших фильмах изучать эти вопросы примерно так первое почему именно африка второе почему именно начало 19 века что же давайте разбираться начнем с первого и самого простого вопроса о том что именно африка наносил удары по современным территориям сибири и северной америки нам было известно уже давно а исследования последних лет каждый раз только подтверждали эту версию открывая при этом новые данные например то что у африки союзником была австралия ну тут не имеется ввиду современное государство так как ранее нами этот вопрос еще не объяснялся то здесь останавливаюсь немного подробнее согласно классификации запасов урановых месторождений магатэ разработанный в 1988 1989 годах принята особая градация урановых месторождений помимо всех прочих параметров в этой градации учитывается спектр и мощность излучения урановой руды из каждого конкретного месторождения в мире то есть что нам важно знать каждое месторождение урана имеет свое уникальное излучение собственно уран добытый из него также имеет этот уникальный след конечно там все гораздо сложнее я сейчас вам объясняю простыми словами так вот радиоактивный след для каждого месторождения уникален настолько насколько уникален отпечаток пальца для каждого человека на ваших экранах карта распределение урановых месторождений мира из бюллетеня магатэ за 2018 год к чему я это все рассказываю да к тому что самым первым явным фактом указывающим на то что именно африка и австралия нанесли ядерный удар является наличие средов африканского урана в северной америки а в сибири африканского и еще австралийского урана если в сша это еще как-то можно объяснить например американцы купили уран в конго а привезя в америку случайно рассыпали то как объяснить наличие многочисленных следов урана из конго и намибии сибири и на дальнем востоке версия с разгильдяйством американцев здесь уже никак не подходит и каким образом уран из австралии мог попасть в сибирь пусть скептики попробуют это объяснить вторым фактом подтверждающим ядерный удар со стороны африки является так называемый эллипс рассеивание направленный в южную сторону что такое эллипс рассеивание мы подробно объясняем фильме кто уничтожил тартарию посмотрите его если вы его еще не видели там много подробно объясняется в том числе про круглый озера сейчас буквально в двух словах повторю по окученности и взаимному расположению воронок можно определить направление откуда прилетел заряд в артиллерии авиации ракетных войсках есть такое понятие как эллипс рассеивание то есть при запуске нескольких зарядов из одной конкретной точки в одну конкретную цель часть этих зарядов упадет рядом с целью причем чем больше дальность стрельбы тем больше отклонения ориентируясь по эллипсу рассеивания можно довольно точно определить направление откуда стреляли так вот азимут эллипсов рассеивания сибири направлен на юг а если точнее то на африку и австралию в этом легко убедиться просто внимательно посмотрев на карту только этих двух прямых фактов достаточно чтобы сделать заключение что ядерный удар был нанесен со стороны африки и австралии при этом косвенных данных еще больше про южное направление я уже неоднократно говорил в ранее вышедших фильмах не называя лишь стартовые точки но само направление указывалось очень часто во многих фильмах сразу сходу я могу вспомнить два фильма это необычная церковь посреди поля и отчет об экспедиции потерянному городу там напрямую говорится о южном направлении также об огненных шарах летящих с южного направления говорится в документах тульского государственного архива который мы уже не раз обращались теперь давайте поговорим о датировке этих событий то есть разберем второй вопрос почему мы считаем что ядерная война была именно в начале 19 века здесь очень много факторов которые так или иначе указывают на 19 век сейчас я не буду повторяться про даты в архивных документах возраст деревьев по всему миру про время появления христианской символики на надгробиях и скорости нарастания культурного слоя все это многократно разбиралась различными следователями в том числе и нашей командой кому интересно рассмотреть этот вопрос в комплексе с данными то все ссылки есть в описании под фильмом сегодня для объяснения датировки событий воспользуемся точными науками а именно физикой и математикой применительно круглым озером а точнее к их диаметру да знаю вы сейчас скажете что все карстовые провалы это выход водорода или след от метеорита все эти и многие другие версии образования круглых озер нам известны и более того мы не отрицаем что они возможны но о том как и чем круглые озера отличаются между собой какие из них метеоритные а какие карстовые провалы обо всем этом очень подробно объясняется фильме ядерная война 19 века анализ грунта на цезий-137 сейчас я не буду говорить абсолютно про все круглые озера для примера возьмем лишь те озера которые уже реально подтверждены что это воронки от ядерных взрывов мы исходим из того что цезий-137 продукт техногенный и образуется только при ядерной реакции распада урана или плутонии и больше никак от слова совсем следовательно уже само наличие с цезия-137 является фактом подтверждающим ядерный распад на этом месте а это может быть либо ядерный взрыв либо реактор атомной электростанции как говорится 3 не дано также нам хорошо известно что при ядерном взрыве образуются и другие изотопы однако повторю цезий-137 продукт техногенный и одно его наличие является фактом ядерного распада так вот имеет исходные данные такие как диаметр воронки и количество цезия-137 в наше время можно легко высчитать дату ядерного взрыва здесь все очень просто если знать математику и физику расчет будем проводить на примере объект номер 7 озеро святое рязанской области его диаметр как раз 357 360 метров то есть если здесь сработал ядерный заряд то его мощность равнялась одной мегатоний в тротиловом эквиваленте первое что нам нужно узнать сколько образовалась цезия-137 сразу после взрыва здесь все просто общее количество продуктов распада получившегося в результате ядерного взрыва всегда прямо пропорционально количество урана 235 который вступил в реакцию из официальных данных мы знаем что бомба малыш сброшенный американцами на японский город хиросиму имела мощность 18 килотонн в тротиловом эквиваленте она содержала 64 килограмма урана из которых лишь 700 грамм вступили в реакцию деления составив простейшую пропорцию получаем что при взрыве объекта номер 7 рязанской области в реакцию вступила 39 килограмм урана 235 из курса физики нам известно что масса вещества до реакции равна массе вещества после реакции следовательно суммарная масса получившихся веществ также должна быть 39 килограмм для подсчета переведем массу прореагировавшего урана 235 в малярное количество вещества получается 165 целых сорок восемь сотых моля что дает нам 22 тысячи шестьсот семьдесят грамм связи 137 и 15 тысяч восемьсот восемьдесят шесть грамм йода 96 или те же 39 килограмм общей массы прореагировавшего вещества таким образом мы узнали что при взрыве мощностью в одну мегатонну образовалась 22 тысячи шестьсот семьдесят грамм цели 137 мы не можем показать все формулы по которым производились расчеты а малярная масса других изотопов суммированы с массой йода дабы youtube не посчитал этот фильм методичкой для создания атомной бомбы и соответственно не забанил канал или чего хуже какие-либо спецслужбы не обвинили нас в раскрытии военной тайны хотя при желании вся эта информация легко ищется в интернете и каждый желающий сможет проверить наши расчеты самостоятельно по результатам лабораторных исследований проб грунта взятых на объекте номер семь известно что в наше время активность цезия 137 в грунте озеро святое составляет 3 беккереля на килограмм что примерно соответствует 350 граммам цезия 137 в перерасчете на общую массу в наше время период полураспада цезия 137 составляет чуть более 30 лет заметьте полу распада а не полного разложения то есть через 30 лет связи не исчезнет совсем просто его будет в два раза меньше от первоначального еще через 30 лет его останется половина от половины и так далее каждые 30 лет количество цезия будет уменьшаться вдвое таким образом если считать по количеству периодов полу распада в обратную сторону то для 22 670 грамм цезия 137 получаем 6 полных периодов полу распада или 180 лет как говорится картина маслом допускаемая погрешность расчетов составляет 10-20 лет в обе стороны так как для более точной датировки нужно брать большее количество проб с разных глубин и проводить исследования на более точных приборах однако даже таких приблизительных расчетов достаточно чтобы понять что ни о каких сотнях и тем более тысячах лет речи не идет друзья на этом я с вами надолго не прощаюсь самое интересное еще впереди увидимся старых и новых фильмах всего вам доброго до скорых встреч